Многие люди ищут ответ, как перестать реагировать на провокации. Это проигрышная стратегия, и вот почему. Потому что у каждой провокации есть определенный сценарий. И провокатор сознательно или бессознательно действует этому сценарию. И твоя задача распознать провокацию и сломать сценарий. И возможно в сценарии провокатора заложено твое игнорирование. Таким образом ты начинаешь играть в его игру. Возможно он и хочет, чтобы ты начал отмораживаться. Привет, НЛПР! В этом выпуске мы с тобой разберем способы бытовых провокаций. И способы как им противостоять. Как ломать сценарий провокаторов. Начнем разбираться на простом бытовом примере из моей жизни. Мы с моей дочерью однажды куда-то ехали на автомобиле. Заехали на заправочную станцию. И прям перед носом нам поставили табличку на кассе. Технический перерыв 15 минут. Мы пожали плечами, делать нечего. Просто стояли и общались. В какой-то момент времени стали подтягиваться люди. И за нами собралась уже достаточно такая внушительная очередь. Человек 8, может быть 10. За нами стояла вот такая вот тучная женщина. Ну такая прям мощная женщина. Обращаю твое внимание, что все люди видели эту табличку. Мы стояли таким образом, что табличка была видна. В какой-то момент времени моей дочке захотелось шоколадку. И возле кассы стояли разные шоколадки. Она брала одну, потом брала другую. Потом не могла определиться с выбором. Потом я ей сказал, а давай возьмем две шоколадки, съедим одну сегодня, другую завтра. И в какой-то момент времени сзади я услышал претензию. Претензию. Эта женщина, которая стояла за нами, с прям таким нечеловеческим наездом, говорит. Сколько можно? Определяйтесь уже с выбором. Вы задерживаете очередь. Мы сейчас не будем с тобой разбираться, почему она так сказала. Поговорим об этом чуть позже. Но самое главное было ясно одно. Что это была провокация. Когда я услышал эту фразу, я повернулся к ней и задал ей вопрос. Как вы решили, что я задерживаю очередь? На что она мне сказала. Вы здесь стоите. Не можете определиться с шоколадками. А людям ехать надо. Тогда я спросил, правильно ли я понял, что если бы вы стояли на моем месте, то вы бы тоже задерживали всю очередь. Она говорит, нет. Я бы дождалась, пока откроется касса и пошла бы заправляться. На что я ей ответил, а чем я, собственно говоря, занимаюсь. И вся очередь уже в этот момент смеялась над этой женщиной. Лицо ее побагровело и ей явно хотелось куда-то испариться. Давай детально разберем этот пример. Какая была цель у этой женщины? Мы не можем знать, какая конкретно была у нее цель. Но это было явно видно, что ей хотелось получить от меня какую-то эмоцию. И возможно, если бы я начал оправдываться, если бы я начал говорить, ну вы посмотрите, женщина, здесь же табличка, 15 минут, технический перерыв и все такое. Возможно, она бы получила то, что хотела и начала бы на меня наезжать дальше. Если бы я начал игнорировать, не обратил на нее внимания, отморозился, то, скорее всего, она начала бы меня атаковать еще сильнее. Я таких людей называю взрывники. Их очень легко распознать в огромной массе людей, потому что они как будто ищут, кого спровоцировать. И они очень сильно, быстро и резко взрываются. Но мы идем дальше. Я задал ей вопрос. И напоминаю тебе, мой дорогой друг, когда мы задаем вопросы, мы начинаем в беседе доминировать. То есть мы в этот момент ведем. А тот, кто отвечает на вопросы, он ведется. Если бы я начал просто оправдываться, то она бы получила желаемое. Я бы, возможно, долго носил этот случай в себе, испытывал бы какое-то неприятное ощущение, чувство вины, стыда, оправдание и что-то в этом роде. Но этого не случилось. Почему? Потому что я задал ей вопрос. Как вы решили, что я задерживаю очередь? На что она ответила, вы здесь стоите. А я ее спросил, а если бы вы здесь стояли, вы бы тоже задерживали очередь? И тогда ей пришлось уже ретироваться, вся очередь над ней смеялась, и провокация была провалена. Я использовал классическую метамодель языка. Метамодельные вопросы. Эти вопросы помогают вернуть человеку его слова обратно, и чтобы он их воспринял уже несколько по-иному, тем самым как бы начал себя разубеждать. На самом деле метамодель языка – это очень мощный инструмент, которым можно реально задолбать другого. Например, тебе кто-то говорит, ты меня раздражаешь. Ты можешь задать вопрос, что именно во мне тебя раздражает? Расскажи мне, как ты раздражаешься, что с тобой происходит во время раздражения? Таким вопросом ты можешь обучиться на моем видеокурсе. Ссылка в описании. Очень рекомендую перейти по ссылке, изучить программу. Ну а мы идем дальше. Следующий способ противостояния. Провокация называется разоблачение. И в этом вся суть. Наша задача – разоблачить провокатора. Обычно провокатор, напоминаю, хочет у тебя вызвать какую-то эмоцию, и чтобы ты начал оправдываться. Когда мы оправдываемся, мы находимся в более слабой позиции. Допустим, тебе кто-то говорит, ты меня раздражаешь, ты меня бесишь, у тебя ужасная прическа, у кого ты взял этот пиджак, ты его что, с какого-то деда снял или в секонд-хенде купил? Это все неприятные вещи. Но мы можем на это отреагировать разоблачением. Нужно задать человеку вопрос. Скажи, пожалуйста, ты сейчас это делаешь специально? Ты сейчас меня проверяешь? Ты хочешь меня спровоцировать? И когда мы выводим провокатора на чистую воду, он уже будет вынужден сам оправдываться. Он будет говорить, нет, я тебя не проверяю. И запомни, когда он начинает оправдываться, это твой момент силы. Тогда ты можешь задавать уже другие вопросы и вести беседу. Следующий способ противостояния провокациям это интерес и активное слушание. То есть, если кто-то пытается тебя уколоть, уязвить чем-то и говорит тебе какие-то фразы наподобие тех, которые я приводил в прошлом примере, например, ты меня бесишь, ты можешь с интересом начать задавать ему вопросы. Что-то случилось? Тебе плохо? Тебе нужна моя помощь? Я могу тебе чем-нибудь помочь? Так, я тебя раздражаю, я понял. Да-да-да. Расскажи, пожалуйста, что еще сейчас с тобой происходит? То есть, на какой-то момент примеряешь на себя такой пиджак психолога либо психоаналитика и начинаешь с интересом слушать. У вас все хорошо? Может быть, еще что-то хотите сказать? То есть, твоя задача в этом способе дать человеку выговориться и слить вот это вот огромное количество негативной энергии. Пользуйся этим способом. Следующий, достаточно ироничный способ противостоять бытовым провокациям называется самоирония. Если кто-то тебе предъявляет какую-то претензию либо хочет тебя обесценить, ну, говорит, ну, что ты такой тормоз? Ты в этот момент можешь сказать, ты даже не представляешь, насколько я хуже. Я еще хуже, чем тормоз. Я вообще ручной тормоз. Я стоп-кран. Я сейчас притворяюсь еще активным. Вообще я торможу еще хуже. Запомни этот прием. Тебе нужно показать провокатору, что ты еще хуже, чем он думает. Еще один способ необычно отреагировать на провокацию называется узнай имя. Тебе нужно во время провокации просто спросить, как зовут провокатора. Как это обычно происходит. Тебе кто-то говорит, че смотришь, че вылупился? А ты ему говоришь, прости, как тебя зовут? В этот момент он называет тебе имя на полуавтомате. Но самое интересное, его состояние очень уже сильно начинает меняться, потому что ты рвешь ему шаблон, ломаешь сценарий, и он не понимает, для чего ты спрашиваешь у него имя. Потому что он ждет от тебя, либо что ты начнешь межеваться, оправдываться, либо будешь оказывать встречную агрессию. А тут ты спрашиваешь имя, то ли ты хочешь познакомиться, то ли ты хочешь использовать его имя потом в дальнейшем каким-то определенным способом. И в этот момент рвется шаблон, и ты можешь уже продолжать беседу. Он тебя спрашивает, че смотришь? Ты ему говоришь, как тебя зовут? Он тебе говорит свое имя на автомате, допустим, Игорь. Ты говоришь, так, Игорь, давай продолжим, что ты хотел? И в этот момент он уже будет вести себя совершенно по-другому. Запоминай этот способ. Он предельно простой, но продвинутые антиманипуляторы им пользуются. Следующий способ противостоять бытовым провокациям называется сделай невозможное. Что это значит? Если тебе кто-то дает какой-то совет, либо пытается тебя зацепить, допустим, какой-то твоей некомпетентностью, говорит тебе, ты мог бы рассказывать тему провокаций намного лучше и интереснее. Твоя задача предложить твоему оппоненту сделать то, что он сделать не может. В данном случае, если мы разбираемся на этом примере, ну, допустим, кто-то из вас говорит мне, Юра, ты мог бы рассказывать эту тему более интересно, красноречиво, приводить больше интересных примеров, тогда я знаю, что скажу. Я скажу, хорошо, мой дорогой друг, сделай лучше, чем я. И это является тем примером, когда мы предлагаем сделать невозможное, потому что обычно провокатор, когда язвит, когда выпускает свой яд, он понимает, что он лучше сделать не может, но пытается тебя зацепить тем, что ты недостаточно компетентен. Следующий способ реагировать на провокации это применение фокуса языка намерения. Что нужно делать, чтобы его успешно применить? Нужно просто спросить у твоего провокатора, что ты хочешь, либо постараться предугадать, что он хочет и высказать ему это. Приведу тебе еще один простой пример, где я использую сразу два способа. У меня есть соседка, которая периодически хочет меня на что-то спровоцировать. И у меня стояла задача, обычная бытовая задача. На лестничной площадке мне нужно было, чтобы строители продолбили стену и завели провод электрический ко мне в дом. Я вызвал ребят, ребята приехали, расставили там свой инструмент на лестничной площадке, поставили скамейку, начали заниматься какими-то работами. И в этот момент соседка открыла дверь и поздоровалась с ними. Они тоже поздоровались. И в этот момент она закрыла резко дверь. Через полчаса времени произошла следующая интересная ситуация. Ребята уже все продолбили, стояли там, сматывали провода. Строитель стоит на скамеечке и соседка очень резко открывает дверь, так что скамейка покосилась, но строитель удержался, все в порядке. И она в этот момент начинает на него орать, ребята, вы бы тут предупредили, я бы заклеила свою дверь, чтобы вы мне ее не испачкали и начала причитать этих ребят. Ну, они извинились, сказали, ничего страшного, больше такого не повторится и все, она ушла. На следующий день соседка меня подкарауливает и выкатывает мне претензию. Говорит, Юра, твои соседи замарали мне дверь и это вообще невозможно. Тогда я применяю фокус языка намерения. Я ей говорю, что вы сейчас от меня хотите? Она говорит, ну, я хочу, чтобы ты меня предупреждал, когда у тебя будут строительные работы. Я ей говорю, вы знаете, за полчаса до того, как вы испачкали дверь об скамейку строителей, вы открывали дверь, поздоровались со строителями и они вам даже рассказали, что они будут здесь делать. Я видел это. Я говорю, наверное, вы хотите чего-то другого сейчас от меня. В этот момент она замолчала и через несколько секунд, конечно же, она взорвалась. Там стояла еще одна другая соседка и она начала, вот какой хам, невозможно разговаривать, я просто хочу, чтобы меня предупреждали. Но так как предупреждение было, она, получается, спровоцировала сама себя. И тогда я применил способ, о котором говорил несколько раньше. Способ называется «Сделай невозможно». Я сказал ей совершенно спокойно, в спокойном тоне. Знаете, если у вас есть ко мне претензии по строительным работам, либо еще какие-то претензии, давайте вы теперь будете вызывать милицию и мы будем общаться через милицию. И в этот момент она просто замолчала и не разговаривает со мной по сей день. Что мне и было нужно? Мне нужно было избавиться от ее постоянных провокаций. В этом примере сразу было использовано два способа противостояния провокациям. Намерение, когда ты спрашиваешь у человека, что ты хочешь, ну и дальше было предложение сделать невозможное. Понятно, что ситуация очень неадекватная и если она будет решать такие вопросы со мной через милицию, то милиция будет крутить ей у виска. А мне от этого только одна польза. Если бы я игнорировал такие провокации, то они бы просто нарастали. Это нужно запомнить и тебе, мой дорогой Энелпер. Давай теперь соберем все, что я рассказал, в некую целостную картину. Первое, что тебе нужно знать, чтобы противодействовать провокаторам. Что у провокатора всегда есть цель. Осознает он ее или нет. Его цель вызвать у тебя эмоции и каким-то образом тебя обесценить, вызвать у тебя чувство вины, стыда и оправдания. Тогда ты находишься в уязвимой позиции и можешь сам себе навредить. Твоя задача сломать сценарий провокации. И проще всего это сделать, когда ты задаешь своему провокатору вопросы, либо используешь один из нескольких способов, которые я тебе уже привел. Первый способ использования мета-модельных вопросов. Второй способ разоблачения, когда ты спрашиваешь у своего провокатора, ты сейчас меня провоцируешь, когда ты напрямую говоришь ему о том, что ты думаешь, что он тебя провоцирует. Ему приходится оправдываться. Третий способ активное слушание плюс интерес. Что-то случилось, вас что-то беспокоит, давайте поговорим об этом. Что вы хотите еще сказать? Четвертый способ самоирония и самоуничижение, когда тебе говорят какую-то претензию, либо хотят тебя каким-то образом уязвить, ты говоришь, что я еще хуже, чем ты себе представляешь. Пятый способ предложить сделать что-то невозможное. Например, сделай сам, покажи как надо, как будет лучше, сделай. Шестой способ это использование фокуса языка намерения. Спросить у человека, что ты хочешь. Ты знаешь, дорогой Нелпер, к провокации никогда нельзя быть на 100% абсолютно готовым, но можно готовиться. Каким образом готовиться? Чтобы приготовиться к провокации, тебе нужно проигрывать все возможные ситуации и сценарии, которые у тебя бывают в жизни, которые у тебя встречаются, и попробовать проиграть у себя в голове один из способов слома сценария, который я привел в этом видео. Для того, чтобы тебе было проще этим заниматься, я приготовил для тебя небольшой конспект этого видеоролика, с помощью которого тебе будет легко внедрять эти знания в свою жизнь. Для того, чтобы получить этот конспект, просто напиши мне в инстаграм слово провокация. Я отправлю тебе pdf файл, где все то, о чем я рассказал в этом видео, будет коротко, тезисно и понятно для того, чтобы это являлось у тебя такой памяткой, и ты мог противостоять провокациям и ломать их сценарий. Но самое главное, я оставил на потом. Есть еще один супермощный и бронебойный способ противостояния провокациям, который неоднократно мне даже спасал жизнь. Когда я провожу тренинги в других городах и странах, я обычно снимаю квартиру либо гостиницу неподалеку непосредственно от места проведения самого тренинга. И в этом городе тренинговый зал находился в таком комплексном офисном здании, где на первом этаже большой супермаркет. И в конце первого дня тренинга я спустился в супермаркет, чтобы купить бутылку воды такую большую, чтобы она была у меня в квартире. Квартира находилась где-то в 500 метрах от собственного места проведения тренинга. И было уже темно, и мне нужно было пройти небольшой участок по улице, но в полной темноте. В какой-то момент времени, когда я еще был в супермаркете, ко мне подошла девушка, достаточно симпатичная, и спросила меня, как пройти куда-то. Я ей сказал, что я не знаю, как пройти в это место. Это уже потом я понял, что это была прям такая преступная схема, как находить неместных и отбирать у них то, что у них есть. Я не придал этому вопросу какого-то значения и начал двигаться в том направлении, куда мне было нужно. Я слышал, что эта девушка шла за мной и как будто с кем-то разговаривала по телефону, описывала, что вокруг ее происходит, типа, она потерялась, но тем самым я понял, что она вела меня. И в какой-то момент она еще говорила, передо мной идет мужчина там с банкой воды, ты меня сейчас увидишь. Но самое интересное, что в какой-то момент передо мной вышел вот такой вот крепкий мужик и произошел наезд. Что несешь, куда идешь, классные у тебя туфли, наверное, они мне тоже подойдут и все такое. Знаете, как это обычно происходит? Я говорю, я иду домой и пытаюсь двигаться дальше. В этот момент он меня вот так вот в грудь останавливает. Он говорит, ты уже пришел. Ну, я понимаю, что сейчас, скорее всего, будет драка и мне не поздоровиться. Тем более, что я оглянулся и за мной стояло еще двое мужчин. Не знаю, откуда они появились, но тем не менее. Я даже почувствовал, как один из них начал у меня шлейку рюкзака стягивать. В этот момент я покашлял так. Говорю, ребят, у меня спид и, наверное, мои ботинки вам не подойдут. Они замерли, это был разрыв шаблона и просто отступили, сказали, иди. Ну, я, соответственно, пошел, благополучно пришел к себе домой и все было в порядке. Почему этот способ работает? Вот он реально бронебойный, когда ты находишься в такой нестандартной ситуации и именно случай, когда ты говоришь, что ты болен спидом. Потому что многие люди наслышаны о том, что а. спид это неизлечимая болезнь, б. что люди с этой болезнью долго не живут и самое интересное, что они плохо знают, как это все передается и распространяется. Почему я закашлялся? Потому что, а кто его знает, может спид передается через слюну. Я уверен, что именно это и воспроизвело эффект на тех, кто пытался меня ограбить. Потому что, ну, кто его знает, может действительно через слюну это может передаться, а может через пот, через ботинки это может передаться. То есть, получается, этим заявлением я обесценил то, что они могут воспользоваться теми вещами, которые они у меня отнимут. То есть, они не смогут их просто применить, потому что непонятно, что с ними делать, они же заразные. Вот так это работает. И самое интересное, на следующий день тренинга, когда я закончил тренинг и опять спускался через магазин, я опять увидел эту девушку, но она уже стояла с тем мужчиной, который подходил ко мне первый. И когда наши взгляды встретились, он посмотрел на меня и такой пожал плечами и я пошел. Если тебе понравилось это видео, поставь, пожалуйста, этому видео лайк. Если тебе нужен конспект этого видео, напиши мне в инстаграм слово провокация. Если ты считаешь, что этот видеоролик полезный, то скорее всего тебе захочется посмотреть и другие мои полезные ролики. Например, ролик о том, как люди оболванивают друг друга с помощью слов. Желаю тебе удачи, НЛПР, и учись ломать сценарий провокаций.